Обратная сторона медали, сексуальной медали Вадимира Путина. Вот недавно разгромили могилу Александра Маслякова. Вы знаете это. Я вот подумал, у нас с вами когда-то была беседа сразу после убийства Алексея Навального, когда вы увидели эту записочку, а к тебе, сука, пляшивая, на похороны, на могилу никто не придет. И я постоянно вспоминаю это в тех или иных беседах с моими гостями. И вот о чем я подумал. А вот действительно ведь к Владимиру Путину мало того, что никто не придет. А какая судьба ждет его могилу? Такая же, как у Александра Маслякова? Разгром? Или вообще побоятся показывать? Александр, а почему это обратная сторона сексуальной медали Путина? Но есть размножение, есть смерть. Понимаете? Очень тонко. Я думала, что там что-то с Масляковым связано. Слушайте, ну я не знаю. Для этого еще ведь надо сначала, чтобы произошла смерть Путина. А он будет жить вечно? Вы думаете, таблеточку все равно? Нет, он, конечно, не будет жить вечно. Но мы не знаем, при каких обстоятельствах это произойдет и где, опять-таки, будет находиться его могила. Да и будет ли у него какая-то могила? Если у него будет, конечно, какая-то могила, то я уверена, что будет огромное количество людей, которые захотят на нее плюнуть. Но я, например, не скрываю, я буду одним из таких людей. Приедете специально для этого? Что специально для этого? Приедете специально для этого в Москву? Нет, специально я не буду приезжать. Но при случае непременно этим воспользоваться. Но, Александр, мы сейчас уже углубляемся в такие далекие дали. Он пока точно... Вот, понимаете, как бы нам не хотелось вот сейчас поднимать себе настроение мыслями о том, что все равно Путин не вечен, когда-нибудь это произойдет, там, и мы все плюнем на его могилу. Ну, говорить об этом на полном серьезе сейчас нет смысла. Он не собирается умирать, он еще долго посидит у власти. А если его сменит какой-то Путин 2.0, то у него и с могилой будет все в порядке. Его похоронят как-нибудь в таком месте или сделают ему саркофаг или мавзолей, куда плеваться, будет очень сложно. Поэтому до этого надо еще дожить. А вам не кажется, что этот сценарий появления Путина в версии 2.0, он наиболее вероятен? Что на самом деле проблема не в Путине, а проблема в КГБ. Конечно. Путин все не меняет, и Галина Старовойтова, которая хотела, ее сразу замочили в 98-м, как только Путин стал директором ФСБ. Нет у вас такого ощущения, что как бы действительно все, что ждет Россию, это Путин в версии 2.0? Ну, я бы даже здесь не говорила, что это именно КГБ. Это вообще весь путинский режим, назовем это так. Это такая путинская огромная номенклатура колоссальная, какая-то бюрократия, которая сложилась за годы его правления. Конечно, для них любое падение Путина – это катастрофа, потому что его падение сразу же повлечет для них очень большие неприятности, автоматически их падение. Они в этом очень не заинтересованы, и они будут делать все для того, чтобы путинский режим длился как можно дольше. Поэтому Путина теперешнего нужно будет заменить каким-то новым Путином. И неважно, кто это будет. Это может быть там сын Патрушева, это может быть сын самого Путина, это может быть еще какой-то человек, я не знаю, может быть кандидатуру которого, может быть это Дюмин какой-нибудь, а может быть и нет. Это может быть человек, кандидатуру которого мы сейчас не рассматриваем вообще. Лукашенко? Да нет, Лукашенко – это вассал путинский, он ему не ровнее абсолютно, он не может занять его место. Это такое тубмастерье. И причем у Лукашенко самого, кстати, очень большие проблемы со здоровьем, как мы могли понять, после парада 9 мая 2023 года, где он прям со страдальческим таким лицом сидел на трибуне, и потом его увезли в Минск, было видно, что он очень плох. Там еще, помните, все шутили, что он чай у Путина попил, видимо. Да, да, да. Вот, я, нет, нет, Лукашенко – это совершенно не тот человек, которому Путин доверит такое задание. Нет, нет, нет. Вот, это будет какой-то другой человек, но очень велика вероятность, да, что после нынешнего Путина будет новый Путин, и будет, путинский режим устоит и будет продолжаться. Вот это самое, конечно, в этой ситуации страшное. Я почему об этом говорю, потому что мне представляется, вот если без шуток, это очень важно, по одной простой причине. Мы постоянно очень, ну, мы часто слышим о том, что главный Путин, что вот эта путинская война, что Путин ее ведет, а на самом-то деле, даже если Путина не будет, есть колоссальная, огромная вероятность того просто, что эта война будет не просто продолжаться и изматывать дальше Украину или другие какие-то бывшие советские республики, она будет масштабироваться. Даже с какими-то паузами между этими фазами, но будет. Ну, война точно не закончится завтра-послезавтра, это уже все понимают. Здесь очень многое зависит, конечно, от того, насколько Запад будет готов поддерживать Украину. А он готов, на ваш взгляд? Он может принудить Путина к чему-то или нет? Или он беззубый полностью? Он может принудить только своими действиями. Больше ничего на Путина не действует. Путин понимает только язык силы. Это уже абсолютно очевидно. Если Запад будет действовать так, что Путину очень будет дискомфортно, что российская армия будет терпеть поражение, что украинская армия будет вовремя и в нужном объеме снабжаться всем необходимым вооружением, техникой, тогда это может воздействовать на Путина и пошатнуть его позиции. Пока это все происходит медленно, с какими-то большими раздумьями все время, с какими-то большими временными промежутками, пакетой военной помощи такое ощущение, что становится все меньше и меньше. Это, конечно, все вызывает большую тревогу. Вот это вот никак на Путина, естественно, не может влиять. Наоборот, это влияет на него очень вдохновляюще. То есть это реально война на истощение даже не только на поле боя. Это война на истощение между политическими системами, между мироустройствами, между цивилизациями. И Путин намерен выиграть эту войну на истощение. Он хочет и готов играть в долгую. Он хочет сказать, хорошо, да, ну давайте. У меня тут все заводы, конвейеры работают просто бесперебойно. 24 на 7. Я буду выпускать боеприпасы, я буду закупать их в Северной Корее, я буду там делать наши танки и так далее. А вот на сколько вас хватит? Вот нас хватит надолго. А вас? И у меня, Александр, честно говоря, нет однозначного ответа на этот вопрос. Я хотела бы, конечно, верить в благоразумие Запада, в здравомыслие западных политиков. Но почему-то вот сейчас, в 2024 году, мы с вами находимся в той точке, что война продолжается, она идет уже два с половиной года, ей не видно конца и края, и абсолютно невозможно сказать, когда бы она прекратилась. Давайте немножко поговорим о войне с различных ракурсов. Ну вот мне тоже бы очень хотелось, чтобы в России началась гражданская революция прямо 7 октября, в день рождения Путина, и чтобы он 7 октября как раз ушел от Аваси. Но я понимаю, что этого не произойдет в ближайшей перспективе. И что эта война на самом деле Путина не с Украиной, России не с Украиной, а России с США и с Западом. Это тоже очевидные вещи. Но вот смотрите, есть, уже курсирует эта информация о тайном приказе Путина, что в октябре Курская область должна быть полностью освобождена от ВСУ. Вот такую якобы он поставил задачу. На ваш взгляд, российские генералы сделают ему такой подарок к 7 октября, к его дню рождения? Или это нереально, это надолго все? И ВСУ там надолго? Ну, к 7 октябрю точно нет. Ну, нет, это нереально. За две недели они не справятся с этой задачей. Это все-таки очень сложно. Я допускаю, что, конечно, российская армия выдавит ВСУ из Курской области. Ну, просто потому что объективность ситуации такова, что если Россия захочет, она просто забросает ее всю авиабомбами, сравняет там населенные пункты с лицом земли и с землей вообще. И, ну, просто вынудит вооруженные силы Украины покинуть эти территории. Это, я думаю, что это произойдет. Я думаю, что это произойдет, конечно. Ну, это мы смотрим на такую долгосрочную перспективу. Но это точно не может произойти за две недели. Это нереальная задача. С другой стороны, Александр Лукашенко, тот, о котором мы вспомнили, заявил, что Беларусь должна готовиться к войне и быть постоянно в состоянии войны. На ваш взгляд, Александр Лукашенко все-таки откроет белорусский фронт против Украины или нет? Нет, нет, нет. Этого не произойдет. Почему? Потому что это очень опасная ситуация для него. Он может сам лишиться власти. Его режим может пошатнуться вследствие этой войны, потому что белорусские военачальники могут как раз вот такие вот здесь вот, будучи недовольны развитием событий вот таким вот, они могут, мне кажется, против него организовать какой-то заговор и так далее. То есть это будет для него очень такая... Он будет очень уязвим в этой ситуации. Тем более учтите, что белорусская армия не имеет опыта боевых действий. Она вообще, по сути, никогда не была проверена в боях. Это далеко не украинская армия, которая сейчас, мне кажется, сильнейшая армия в Европе. И это даже не российская армия, которая все-таки периодически там на ком-то тренировалась. Там в той же самой Чечне, например, или в Грузии и так далее. У белорусской армии вообще нет такого опыта. Она такая абсолютно в этом смысле картонная, периодически изображающая там какие-то бах-бах-бах на учениях, но и не более того. Поэтому для белорусской армии это вообще может быть очень такая провальная, неприятная история. И это немедленно отразится на авторитете и рейтинге самого Лукашенко. Я думаю, что он так рисковать не станет. Ему это нафиг не надо. Вот смотрите, сейчас у Аброва уже заговорили о том, что Россия готова к ядерным испытаниям. Но они постоянно об этом говорят. На ваш взгляд, все-таки в конечном счете, Владимир Путин тот человек, который готов нажать на красную кнопку или нет? По своему психотипу Владимир Путин тот человек, который может нажать на красную кнопку. Когда он окажется в безвыходной ситуации, когда у него совсем будет все уже, ситуация будет патовой, и он будет загнан реально в ловушку. А вы помните эту картинку, этот плакат, который нес Дмитрий Львович Быков, и который придумал, по-моему, Муратов? Не раскачивайте корабль, крысу начинает укачивать, да, тошнить? Нашу крысу тошнит. Нашу крысу тошнит, да. Нет, тошнит-то ее и так тошнит. Но речь идет именно о какой-то критической ситуации, когда, вот знаете, когда там Гитлер был в бункере в своем, да, в 45-м году, он принял яд. То есть понимая, что все, игра проиграна, партия проиграна, и он больше ничего не может поделать. Путин яд не примет. Сложно сказать. Он может, понимаете, он может просто утащить с собой, как бы всех остальных тоже. Он может и условный яд принять, но при этом сделать так, что от этого пострадает очень большое количество людей. У Гитлера, слава богу, не было ядерного оружия тогда, а у Путина есть. И если вот не брать во внимание, что все-таки ядерное оружие, его запуск, зависит не только от него, а от одного, да, и на это вся надежда, что его, допустим, приказ, его команда будет саботироваться и не выполняться. Чисто вот по своему психологическому портрету, по своему психотипу, он относится к тому подвиду людей, существ, которые способны на такой шаг. Вот именно тогда, когда они абсолютно зажаты в угол. Ну хорошо, тогда... Поэтому с этой точки зрения, да, он может нажать, но я, конечно, не знаю, нажмет ли он. Может быть, он будет каким-то образом обезврежен уже на стадии, предыдущей. Вы знаете исторически, что диктаторы любят погибать со своими любовницами или с женами, так как у Путина нет жены, но есть любовницы. Да, Чаушеско, да, Муссолини, этот список можно продолжать. Если Путин будет принимать яду, примет ли он его с Кабаевой? Или Кабаева жизнелюбая, она вообще в этом всём не будет принимать участие, а в бункер она не полезет? Слушайте, ну Чаушеско и Муссолини, они были казнены вместе со своими женами, не потому, что они это любили, а просто так получилось. Так получилось, а тут тоже так получилось? Да, поэтому я не думаю, что в данном случае кто-то будет казнить Кабаева. Даже если представим, что там резиденция Путина где-нибудь на Валдае будет взята, да? Да, сожжена. Да, да, да. то её там тоже постигнет та же участь, что и его. Но будет ли он ей сам пихать в нос яд, чтобы она его приняла? Сложно сказать. Но мы же с вами говорили, что Путин — это... Я сто процентов абьюзер и домашний тиран, от него можно всё, что угодно ожидать. Вполне может быть, что и да. Парида. Мединский, известный в России человек, просвещением занимается и образованием, и историей, к большому сожалению. Он заявил, что это... Ну просто нельзя так, понимаете, в российских школах давать 11 классов, а в университете 5 лет, что просто необходимо переходить на меньшее, чуть не сказал сроки, на меньшее количество лет в школах и в университетах, потому что это необоснованная роскошь, как он выразился. Что ждёт российского ребёнка, российского школьника и российского студента, на ваш взгляд, в будущем? Война? Постоянно? Нет, ну безусловно, их детей готовят к этой войне, да. И не зря ведь в российских школах появились такие предметы, допустим, как предмет управления сборки и управления беспилотников. Простите, я перебью, в Бурятии появился 8-й полицейский класс. Да, полицейский класс, где детей учат обращаться с дубинкой, с полицейской, с каким-то ещё вооружением, с электрошокером, наверное. Вот, то есть, да, да, подрастающее поколение активно готовит к тому, что ему придётся, возможно, воевать. Вот. Но, и вот, в принципе, заявление Мединского по поводу того, что 11 классов образования – это слишком много, и 5-6 школьного, и 5-6 лет в УЗИ – это тоже слишком много, оно, в общем-то, идёт в том же ключе, чтобы там дать ребёнку какие-то необходимые базовые знания и быстренько поставить его к конвейеру или к какому-то станку, да, чтобы он занимался. Всё для фронта, всё для победы, как говорится. Это уже было. Три класса, семь классов – это уже всё происходило. Ну, в общем, это как-то очень закономерно, да. Я, конечно, не знаю, насколько это дойдёт до дела, хотя Мединский, он же занимает пост советника Путина, вполне возможно, что он уже вкладывает ему в голову какие-то эти идеи. Нет, но это уже есть, потому что во многих российских школах после экзамена в 9-м классе 10-е не допускают. То есть людям сразу предлагают идти в профильные училища, в техникуме и так далее, и там уже заниматься чем-то нужным, становиться там инженером, связанным. Ну, про это я, про то, что не допускают, я не слышала. То, что предлагают, да. Да, это массовое явление на самом деле, действительно, уже во многих городах. Ну, запретить они пока ещё не могут. То есть, если человек хочет закончить 11 классов, он закончит. Возможно, что на него там как-то давят, я не знаю, пытаются повлиять на его решение, но пока это всё-таки добровольный выбор человека. Какое образование ему получать, сколько классов ему учиться и так далее. Вот. Ну, наверное, видите, Путина и его окружение озабочены тем, чтобы... Вообще, потом тут, понимаете, тут же ещё такая очень важная есть сторона, опять-таки, этого вопроса, которая заключается в том, что необразованными людьми же легче управлять. Конечно. Вот таким вот тёмным, необразованным стадом, у которого отсутствует критическое мышление, и которая там, ну, училась как-нибудь, чему-нибудь, и, в общем-то, всё, что ему не скажут, он сделает, он очень послушный, дисциплинированный, знает он немного, да и знать не хочет. Такой человек очень удобен для авторитарных режимов вроде российского. Поэтому, конечно, конечно, в принципе, российскому режиму выгоднее, чтобы образованных людей было меньше, и чтобы они, вот уже там, понимаете, трудились на благо Родины, что называется, что-то руками делали. Хотя, тут, знаете, Александр, мы опять-таки не должны с вами питать в каких-то иллюзиях. Среди людей, которые поддерживают войну и вообще политику Путина, образованные люди тоже есть. Конечно. И с двумя высшими образованиями, и очень эрудированные люди, какие-нибудь профессора... Михалковы какие-то, в том числе, вполне себе образованные. Конечно, да. Поэтому тут не надо, это такой есть стереотип, понимаете, что он там какой-нибудь, он вот войну поддерживает, а он наверняка какой-нибудь тёмный, необразованный. Это совсем не так. И социологи, кстати, тоже это доказали, что это отнюдь не так. Это просто какое-то клише, которое на самом деле ничего общего не имеет с реальностью. Парида, как вам, если уже заговорили об интеллигенции, как вам возвращение Кашпировского и Познера? Ну, это... Ну, 90-ми так пахнет, правда, такими старыми. Нет, ну, это немножко два разных возвращения. Значит, Познер, он, конечно, такой паркетный пропагандист, который очень долгое время прикидывался каким-то либералом. И вот сейчас он возвращается опять на российское телевидение, на Первый канал со своим документальным фильмом про Турцию. Потому что... два с половиной года мужественно продержался, ни разу Путина никак не обругал, против войны он ни разу не выступил, даже напротив. Он говорил, что к нему выходили с предложениями как-то высказаться там в антивоенном ключе, и он эти предложения отверг. А почему он так подлизал? Подлизал вот сейчас. Ну, потому что это такой конформист, я думаю, что это человек такой. Он всегда таким был. Деньги. Он при советской власти умудрялся сделать себе карьеру и изображать из себя такого западника. Потом, когда наступила эпоха свободы, толерантности, гласности, говори, что хочешь, он тоже встроился в эту систему координат, как-то нашел там свою нишу, свое место. Значит, выезжал на своем таком бэкграунде, что вот он еще в советские времена там начинал, эти телемосты с Америкой проводил. Он был одним из таких отцов-зачинателей вот этого потепления с Западом, вот этого процесса. Он сам положил туда первый кирпичик вместе с Филом Донахью. Поэтому это такой уважаемый человек. Теперь уже, когда вот был такой уже излет вот этих всех вегетарианских времен, когда гайки начали закручиваться, он тоже там как-то умудрялся лавировать и вашим, и нашим. Вроде бы на Первом канале выступал и вроде бы там всегда говорил свой вот этот вот заключительный финальный пассаж, где он выступал таким вот человеком все-таки либеральных ценностей, демократических идей, которые вот может немножко как-то вот чуть-чуть прикусить, красиво прикусить, но не очень больно там власть придержащих, да, или там Кремль, или Путина, но очень тонко, очень тонко. Вот из разряда кому знает, кто знает, тот поймет. Вот, то есть все время он оставался своим для власти так или иначе. Но когда война началась, он опять-таки встроился, он не стал изображать из себя какого-то человека, который там исполнен каких-то сомнений, какой-то рефлексии, что война – это плохо и так далее. Он просто сказал, что вот Родина сейчас в тяжелые времена переживает, она там, грубо говоря, в опасности, ну и плевать, что сама Родина начала эту преступную захватническую войну, но я вот буду вместе с ней. Ну и все, он свое вознаграждение вот сейчас получает. Вот сейчас наверняка его программу так или иначе вернут опять. То есть он показал свою преданность, свою лояльность, свою благонадежность, поэтому его режим наградит за это. А что Кашпировский? Вы же, простите, помните, что и перед концом Романовых, и перед концом Советского Союза? Это просто какая-то другая параллельная история. Я все-таки не думаю, что там как-то российские власти имеют к этому отношение. И он никогда и не был так близок к ним. И я не думаю, что он там на короткой ноге с Песковым и звонит ему по телефону, когда ему... Энурез он ему не лечил, это точно. Советуются. Ну не думаю. Я думаю, что у Путина очень современная медицина там... Хотя он, конечно, склонен к мистицизму, как всякий нарцисс. Кстати, у нарциссов есть так называемое мистическое мышление. Они очень любят вот всякие вот эти вот там колдуны, маги, вот это все там кто-то там какой-нибудь порча, там какая-нибудь не порча, вот это все для них характерно. Вот. Кашпировский просто такой человек, который, ну, играет вот на таком вот каком-то смятении, на каких-то таких настроениях неустойчивых в обществе, когда народ такой вот ощущает, что... Ну вот война же идет все-таки, какой-то есть вайб нестабильности, вот что-то как-то страшно. Тут вот наши мальчики на фронт уходят, тут забрали, тут забрали кого-то, завтра могут забрать, не ровен час мобилизацию объявят. Ну, как-то вот неспокойно, неспокойно, вот что-то в этом... В воздухе такое витает, что-то такое тревожное. Вот я думаю, что этот человек выезжает вот на этих вот настроениях, он тут вот появляется как чертик из табакерки, такие же настроения, напомню, были в начале 90-х годов, когда рушился Советский Союз. И в конце романа... Да, за что ухватиться, они там хватались за какую-то пустоту вот в виде этих Кашпировских чумаков и так далее. И вот он сейчас опять очень нашел опять-таки свое место в пределе, в общем, лечит там кого-то, спасает, я не знаю, там снимает какие-то синдромы болячки и так далее. Люди несут ему огромные деньги. Ну, то есть, понимаете, вот на таком массовом психозе, на какой-то неврастении, вот на каких-то полупанических настроениях, это вот абсолютно его стихия, он себя в ней очень хорошо чувствует. И он вот тут вот как раз выплывает на это. Последний вопрос, Фарида, очень коротко. Эрнста убьют, на мой взгляд? Да не убьют его. Что вы все драматизируете, Александр? С чего? Ну, нету, нету, не убьют его. Эрнста не убьют. Он, ну, я не знаю, при самом лучшем раскладе для него он успеет куда-нибудь убежать, а в худшем раскладе он присядет, я думаю, что там ему предъявят какие-то обвинения, он сядет, но опять-таки об этом говорить сейчас вообще не имеет никакого смысла. Да.